В выбеленном январском ландшафте здание окажется незажженной свечой, вырастающей из почерневших, растресканных рабочей ладоней города. Говорят, что архитектура его должна была напоминать раскрытую книгу, но время отсекло излишества и компактно уместилось в половине книги. Была ли это недосказанность тем исключающим символом жизни человека, его создавшего и построящего? Есть такое мудрое изречение – то, что дает смысл жизни, дает смысл и смерти. Даже половины книги его дела, его жизни не хватит надолго для каждого из нас, ибо в ней было то, главное, великий смысл и всеобъемлющая душа. Академик Анатолий Подгорный. Я скажу абсолютно откровенно, что вот сейчас, в это время уже конца, можно говорить, 90-х годов, начинает наблюдаться дефицит. Дефицит может быть проявление именно таких людей, как Анатолий Николаевич Подгорный. Я могу совершенно точно выразить только одно, и это уже показало время, время с момента трагической кончины Анатолия Николаевича, что Анатолий Николаевич действительно вошел в историю Украины и в частности вошел в историю науки. То есть это, безусловно, мы видим, что Анатолий Николаевич историческая личность, и такой он останется уже в истории. В отделении физико-технических проблем энергетики, он был одним из тех столпов, вокруг которого крутились развития энергетической науки, энергомашиностроительной науки в Украине. Его любили, любили. Он приехал в Харьковский политехнический из Москвы в начале 50-х. Никто и не подозревал, что этот обаятельнейший паренек носит кремлевскую фамилию. Харьков стал городом его студенческой молодости со всеми вытекающими следствиями. Первые открытия, первые признания в любви, песни под гитару до утра. Здесь, на соседнем химическом факультете, он встретил ту единственную, с которой и связал жизнь, свою Лию. И первые шаги в науке, которая так много обещала прочность, были сделаны тоже здесь. После института он просится на турбинный завод не случайно. Жемчужина энергомашиностроения, школа жизни. В общем-то, по совету отца я пошел работать на турбинный завод. Хотя у меня была возможность переехать в Москву, в Нурносоветский институт, который в свое время производил Катюши. Но Николай Викторович посчитал, что лучше пройти все-таки заводскую школу перед тем, а дальше выберешь сам правильный путь. Он всегда был в гуще той молодежи, которая вот и составила, как я бы сказал, уже тогда начала составлять критическую массу. Потому что если бы не было этих великолепных, в общем-то, молодых людей, которые готовы были рисковать, которые много знали, которые очень быстро учились, мы бы ничего не достигли. Я с Анатолием Николаевичем познакомился где-то примерно в 70-м году, зимой. Это была конференция в Армении, в Грах. Вот на этой конференции мне показали вот это сын Подгорного, говорят. Он с ним был бортовой, это его друг, такая мальчинка Гена. Ну и как-то, значит, мы на лыжах, мы там ходили, я от этой компании не был в стороне вообще. Но как-то вот подходит ко мне Анатолий Николаевич, я уже был доктором наук, достаточно известным. Вот и так застенчиво как-то говорит мне, вот Владимир Долженович, я хотел бы с вами поговорить по поводу своей докторской диссертации. Я говорю, пожалуйста. Мы с ним встретились, он мне показал свои материалы, свои замыслы, свои диссертации. И потом, как он со мной разговаривал, как он мне показывал все эти результаты, я сразу понял, что этот человек далеко не рядовой. Потому что, имея отличный задел диссертационный, имея фактический диссертацию, уже готовый, он еще сомневается представлять или не представлять. Причем это же не рядовой человек, а сын президента страны. На защите докторской диссертации многие понимают, что это день рождения не только крупнейшего ученого, но и новой фундаментальной науки. У нас был филиал института механики, перед тем, как перегрузовали нас в институт, и руководил этим филиалом академик Филиппов. Он уже был в возрасте где-то старше меня, ему где-то 75 примерно было лет. Ленда Александровича Шубенко предложила, может быть, Анатолий Петрович подсказать, чтобы он предложил кандидатуру на свое место. Вот, чтобы, причем такую, чтобы никто не стал возражать. И что вы имеете в виду, Анатолий Николаевич Подхорнов, я говорю, так я его знаю просто, как хорошего человека годится. Шубенко отдельно, потом я, с Анатолием Петровичем поговорили, он говорит, это, говорит, бесстящая идея, я, говорит, уже стар, сил нет моих, вот, заниматься этим делом. Он написал соответствующие годы, то есть, субпрезидиумом, в большом конверте, значит, на нескольких страницах. Запечатывал этот конверт, дал мне, говорит, вези в кадры Академии Новок. Я повез в отдел кадров, там в отделе кадров, значит, этот был Демченко, такой начальник отдела кадров, он сразу начал ворчать, сидеть и ворчит, мне, говорит, вот что, что за такое, то шелест, то шелест, говорит, у нас тут, значит, выдвинули теперь Подгорного. Через пару дней, значит, пригласили Анатолию Николаевичу, он побывал у президента, вот, а потом я разговариваю с одним из работников аппарата, который присутствовал при этом разговоре. Он говорит, беседа была очень длинная, обстоятельная, потом, говорит, когда Анатолий Николаевич вышел, то потом сказал, мне, говорит, у меня отлегло от сердца, это совсем другой человек. Он как-то, как это говорится иногда, ну, такое немножко банально говорится, олицетворяется бы вот эпоху, эпоху по-настоящему сильного влияния науки и людей науки на общество 60-70-е годы. Действительно был серьезный такой этап в истории нашего государства, когда слово ученого очень много значило, и если планировалась, скажем, та же пятилетка, то в ее основу обязательно ложились программы, связанные с технологическим переустройством, научным переустройством некоторых отраслей. В это время было действительно бурного развития, и даже само появление института проблем машиностроения, само себя говорит, это действительно был институт, подразумевался такого, ну, более общего характера, когда его результаты должны были закладываться в основу современного машиностроения. И он располагался в Харькове как одним из, ну, может быть, вторым или третьим по величине машиностроительным центром бывшего СССР. И в этом был глубокий смысл, что именно Анатолий Николаевич стал его индиректором. Он создал опытное конструкторское бюро в этом институте, и в этом была, опять-таки, его и заслуга, и отличие этого института от других институтов, скажем, существовавших в те времена в Москве, что институт проблем машиностроения в Харькове не замыкался только в своих теоретических разработках, а он имел возможность воплощать, как мы говорим, в железо свои идеи и в кратчайшие сроки передавать их промышленности, народному хозяину. Моему удивлению не было предела, когда я услышал от директора пожелание уйти из центральной части города с размещением своего института, приближаться ближе к заводским проходным, разместить институт в рабочем районе, и мы в этом направлении проводили с ним очень большую и настойчивую работу. Хорошо, что институт увековечил имя и назвал институт именем Монатолия Николаевича Подгорного. Но он должен сказать, что институт раньше иначе не называли. С первого камня, когда мы заложили этот институт, не знали, как называется этот институт. Ну, аббревиатура сложноватая. Институт, проблемы машиностроения и так далее, и так далее. А для всех жителей этого района было проще и понятней сказать, что это строит. Это строит институт Подгоров. И назвав его именем этот институт, это просто узаконили сложившееся, данное уже людьми, народом, название этому прекрасному научному учреждению. Я стала секретарем Анатолия Николаевича, и вот мы с ним проработали 25 лет. Конечно, это был прекраснейший человек, красивый. И в песне, и внутренне, так будем говорить. Прекрасный ученый, о котором знает, конечно, весь мир. И вообще вот мое мнение, Анатолий Николаевич, вот я так, понимаете, бывает, люди рождаются, чтобы быть, ну вот, директором. Величие всякого ремесла в том, что оно объединяет людей. То, что делает в эти годы Анатолий Николаевич Подгорный в своем институте, получает развитие здесь, в заводских корпусах. Он спешит жить, чтобы многое успеть. Вообще наш институт в свое время был создан для поддержки именно энергомашиностроительной отрасли. И поэтому вся наша жизнь тесно переплетена с турбинным заводом. И вот, в частности, работа Анатолия Николаевича по прочности дисков, мощных турбоагрегатов, она настолько, вообще говоря, была важна, что ему вместе с коллективом авторов, часть которых работают в нашем институте, часть в политехническом, им была присуждена государственная премия Украины. Один из важнейших элементов направлений, которым он занимался, и в котором он, по существу, воспитывал и привлекал ученых института, начиная от аспирантов, от младших научно-сотрудников до заведующих отделников, постоянно был такой аспект, который назывался внедрение, внедрение результатов научных исследований в практику. Звучит довольно формально. А фактически речь шла о том, чтобы вот все те результаты, которые получались здесь в тиши, так сказать, кабинетов, на экспериментальных установках, они могли быть использованы и эффективно использованы в работе, прежде всего в работе конструкторских бюро наших заводов, особенно таких мощнейших заводов, в том числе и Харькова, и тогда и СССР, которые занимались выпуском энергетического оборудования, прежде всего турбин для электростанций. Вот когда Подгорный говорил, что мы, я буду это делать, мы будем делать, мы включаемся в эту работу, это было действительно так. И особенно это сказалось во время Чернобыльской трагедии. Мы были с ним в одной комиссии по выработке технических решений. Так я-то в Киеве здесь, мне на эти заседания бегать легче, а я должен сказать, что он прямо из Харькова никогда, так сказать, отдавал этому очень большое значение и многое сделал. Там по вопросам и очистки воды, производства сорбентов, одну даже тему мы вместе с ним делали. Наш институт делал источник питания, он реактор специальный по производству сорбентов, чтобы уменьшить радиоактивность воды и других материалов. Вот здесь у меня значок Международной инженерной академии. Так получилось, что мы с ним стояли у истоков этой академии, инженерной академии, еще Советского Союза. Это было в 90-м году. Затем, когда распался Союз, то возглавить нашу украинскую инженерную академию, в общем-то, довелось Анатолию Николаевичу. Я его рекомендовал собранию нашей инженерной академии и считаю, что он действительно был заслуженно президентом этой инженерной академии. Он был очень азартным мечтателем, который умел поглотить свои идеи всех. Водородная энергетика – это новое направление, которое он начинает в Харькове. Некоторым кажется, что он отходит от главного дела своей жизни – проблем прочности, что водородная энергетика – это почти нереальная перспектива. Он убеждает всех, что ученые прогнозируют будущее и сутками не выходят из лаборатории. Субтитры создавал DimaTorzok Он в процессе уже работы стал директором института. Стал он директором института в 1971 году. Был инициатором открытия здесь нового направления. Так зародилось в институте направление, связанное с нетрадиционной энергетикой, именно с водородной энергетикой. И в этом направлении наш институт, который работал под его руководством, занял лидирующее положение в Советском Союзе. Нас узнали не только в Союзе, но и на мировом уровне. Наш ученый, и он в том числе, был неоднократно участником всемирных форумов, международных конференций по этим вопросам. И очень много сделано в этом отношении в институте. То есть фактически институт подготовил базу для конвертации очень многих двигателей на водород. Одно время по Харькову ходили даже два такси, на которых написано было «Водород». «Но пришли новые люди, эти новые люди что-то сделали, принесли какие-то свои идеи». Мы увидели, что таки было, Анатолий Николаевич прав все-таки. Один из своих приездов я ощутил на себе как бы воплощение в жизни его идеи. Каких? Известно всем, что водород является энергоносителем будущего. Это наиболее выгодный энергоноситель и с точки зрения самой энергетики, и с точки зрения той экологии, которая сегодня выходит на ведущее место, определяет судьбу многих технологических процессов и многих производственных рейсов. И вот он увлекся этим водородом, энергоаккумулирующими веществами, из которых можно получить этот водород. Но, образно говоря, загрузил камушки в машину и поехал на этой машине без всякого загрязнения, окружающего воздух. Он меня покатал в Харькове на такой машине, я получил большое удовольствие, и я и сегодня являюсь поборником именно такого вида транспорта. И если бы удалось решить и задачу получения уже сегодня дешевого водорода, то это было бы уже воплощением в жизнь тех идей, за которые Анатолий Николаевич боролся многие годы. Говорят, что свет погашей звезды идет к нам тысячи лет, но еще при жизни он направил свет своей мыслью в то, казалось бы, недосягаемое пространство, чтобы путь этот был гораздо короче, и свет на Землю вернулся гораздо быстрее. Можно сказать, что Анатолий Николаевич очень много работал на наш космос. То есть вот под ним руководством, фактически, в нашем институте была создана перестраиваемая платформа, которая, ну как, на таком простом языке, можно сказать, была сделана из материала с памятью. То есть она в момент запуска, значит, платформа находилась в таком собранном положении, скажем так, а там она как бы выстреливала и приобретала жесткость. Причем плечо выноса этой платформы достигало 18 метров и с большой грузоподъемностью. То есть, ну, трудно найти аналоги такой платформы. Ну, во всяком случае, у нас, в нашем СНГ, в бывшем Советском Союзе, и в настоящий момент вот она используется в совместном проекте Альфа. Это совместный российско-американский проект. В последние годы мне с ним это возработает на создание новых, совершенно новых приборов, машин и техники для космонавтики. Это отдельное направление, совершенно. Сейчас на совместный полет с американцами проходит испытание фермы, которая разработана была в Институте проблем и на которое у нас, вот, Тони Николаевича, первое авторское свидетельство. Эта ферма прошла конкурс с аналогичными фермами Института сварки, который, как известно, возглавляет Патон. И с изделиями аналогичными с западом. И принята она сейчас на вооружение весной, летом этого года будет участвовать в совместном советско-американском полете. Отдельной главой его жизни был отец. Никто и никогда не постигал тайну их взаимоотношений. Негласным законом в их доме было не пользоваться авторитетом отца, какая бы ситуация ни случилась. А еще порядочность и честность должны были быть главными унаследованными чертами. На Новый год вся их семья съезжалась в Кремлевскую квартиру. Николай Викторович произносил первый тост «За Родину». «Сын не отвечает за отца». Эта фальшивая фраза, выстраданная и затасканная временем, так и осталась пустым звуком. Отвечает болью сердца, когда теряет его. Наверное, самые счастливые и самые трудные минуты своей жизни, самые тяжелые моменты были связаны с именем отца. После смерти отца нашлась группа людей в Центральном комитете партии Украины, в Харьковском областном комитете партии, которая предприняла определенные усилия, чтобы снять подговор у нас с должности директора. Была создана комиссия во главе с генеральным директором завода Малышева, Лычагиным. Очень авторитетная комиссия, которая приступила к разработке по всей видимости дьявольского замысла. Должен сказать, что Анатолий Николаевич никому не жаловался. Ему было очень тяжело. Очень тяжело в эти годы в это время. И здесь, к моему удивлению, твердость, выдержку, настоящуюсть проявил президент Академии наук Украины Борис Евгеньевич потом. Своим авторитетом не только защитил подговор, но он добился прекращения работы этой комиссии. И вопрос окончательно был решен на президиуме Академии наук, который рассматривал проблему института под углом зрения, что нужно сделать, что Академия может сделать, какие дополнительные средства выделить для того, чтобы институт мог расшириться, расширить свою экспериментальную базу, создать несколько новых отделов, пригласить ведущих ученых. И вот таким образом проблема института, проблем в нашем настроении была решена в пользу института, в пользу коллектива, в пользу директора. Некоторые сотрудники подходили ко мне Владимир Владимирович, вот у нас будет смена какая-то, я говорю, знаете что, вам хочется, чтобы кто-то другой был? Да нет, не хочется. Я говорю, так это мне не хочется. Если мы не будем хотеть, если вообще кто-то другой не придет. Часто задают вопрос, вот Анатолий Николаевич, сын знаменитого отца, который был и на партийной работе, а в последнее время был, как известно, председателем президиума Верховного Совета СССР. Я знал Николая Викторовича Подгорного и по работе в Киеве, когда он был здесь секретарем ЦК Компартии Украины и по его работе в Верховном Совете СССР. И вот когда говорят о том, что, ну, конечно, Анатолию Николаевичу было легко, когда за ним стоял такой мощный папа. Так если бы Анатолий Николаевич не обладал собственными знаниями, собственными силами, волей, то этот папа ничего бы не помог. Тем более я могу вам рассказать такой случай, не называя фамилия, один из крупных партийных работников в Украине как-то не очень, мягко говоря, лояльно относился к Анатолию Николаевичу. Поставил передо мной вопрос, его надо снять с поста директора. Это уже было в то время, когда Николай Викторович отошел от работы в президиуме Верховного Совета. А мы не считали, что его нужно снимать, потому что человек хорошо работал, создал еще раз институт, за что же его снимать. Что делать? Я обратился к Владимиру Васильевичу в Сербийск. Он говорит, вот так и так. Он мне говорит, я считаю, что дети не должны отвечать за своих отцов. Это дитя хорошо работает, я говорю, Владимир Васильевич, безусловно, хорошо работает и есть налицо результаты этой работы. Ну и пусть остается и работает. Это была борьба амбиций и даже неуважение к труду человека, которым связано было и становление этого института. Вот этот долгий период, когда Турин Николаевич, даже был один момент, чуть ли никогда осталось под сомнение его право быть директором, при этом почему-то никто не вспомнил, кто же может быть директором. И только когда его смерть показала по-настоящему, что действительно, кто же мог бы быть директором, если не он. Надежное слово «прочность» определяло его место в науке. Он был ученым-прочнистом, но сам не выдержал сверхнагрузки. Поездка на лечение в Мюнхен была запоздавой. Из самолета его вынесли на руках друзья. Тепло этих надежных рук, может быть, и продлевало часы и минуты его угасающей жизни, где саму прочность заменила мужество. Вот эти последние дни своей жизни, еще когда он был на ходу, еще последние месяцы, он мне ответил, говорит, Юра, ты знаешь, как мне сейчас интересно работать? Мне кажется, что у меня такого периода интереса к работе, которой я занимаюсь, никогда в жизни не было. Он, вероятно, чувствовал здесь, и он был. Мы были в одном, так, за столами сидели. Вот он говорит, Толя, все мы ходим под Богом, как оно будет, но я вот чувствую, что я жизнь прожил нормально. Мне нечего стыдиться, нечего, так сказать, корить себя. Конечно, можно было больше сделать, может быть, вот, но не всегда же от человека зависит. Последняя просьба ко мне лично была. Свою тюху и принести гроша во самолон, что и было сделано за пять дней до его кончения. Он был земной человек. Это очень мужественный человек, настолько мужественный, что к нему это редко, редко бывает. немногим дано такое качество мужества. До последних, как говорится, до последнего вздоха. Он интересовался делами института, он был руководителем института. Бог берет не самого старого, самого зрелого. Он был очень зрелый человек, такой мудрый человек даже. Я думаю, брата потерял. Очень близкого друга, с которым мы 45 лет вместе прожили. Тяжело сегодня говорить о нем. Год пролетел как миг. Мне сейчас кажется, что он в командировке. Что мы обязательно с ним не на Рождество, так на Новый год должны были встретиться. между Анатолием Николаевичем прожили длинную супружескую жизнь. У нас двое детей. Дочка Ольга Анатольевна и сын Николай Анатольевич, он живет в Москве с семьей. Ольги Анатольевны три сына. Ванечка, Антоша и Андрюша. Такая семья большая. Всегда радовала Анатолий Николаевич, он очень любил детей, особенно дочку. Была большая очень и первая любовь с малечку, с первой с ней очень ее любил, очень ей помогал во всем. очень любим внуков он называл мои джебиты. О близких людях всегда очень трудно говорить. Тем более, когда кроме того, что там был мой любимый отец, это был еще человек для меня, который был близким другом всю жизнь, всю жизнь помогавшей мне. Ну, конечно, самая лучшая память о человеке это то, что он оставляет в своих делах и в памяти других людей, близких. В памяти, конечно, о нем память мы пронесем все вместе, нам есть что вспомнить, есть чем гордиться, и эта память останется с нами до конца. Я думаю, что это лучшая память для него остальных. Я думаю, что вот нет его теперь, но еще длительное время его влияние, если хотите, биопоз будет по-прежнему воздействовать на коллектив, на институт. Не просто потому, что будут его вспоминать, вот он такой был, нет, это глубже. После его смерти директор есть, а подгорного нет. Вот проблема, есть ли заменимые люди, и если есть, то в чем их можно заменить, а в чем не заменить. Правильно говорят, что цветы нужно дарить при жизни. Я бы, наверное, памятники при жизни считаю, что нужно делать, не только цветы. там, Годы промчали с силой наделая, где честь така этих веков живых, только зима, да и зима так милая, Напоминают сегодня о них Только зима долетела эта белая Напоминают сегодня о них Субтитры создавал DimaTorzok